Аспекты праворегулирования Они достаточно яркие на события в сфере праворегулирования недропользования И зачастую кто-то говорит здорово, столько нововведений, есть что почитать перед сном Кто-то наоборот говорит о том, сколько можно выключить и принтер Это объективная реальность коллеги Есть глобальная стратегическая задача, она именно государственная задача Это перевести государственное управление фондом недр в цифровой вид Эта задача очень серьезная, я бы сказал, эта задача экзистенциальная для нас всех Для нашего государства Потому что мы не достигнем того уровня эффективности Пока инвестор с одного конца страны двумя кнопками мыши не будет видеть Где какие перспективные инвестиционные интересы на объекты на Дальнем Востоке А чиновник из центра федерального округа не будет понимать Что здесь сейчас происходит в том или ином регионе С точки зрения статистической отчетности, с точки зрения исполнения условий пользы недарами С точки зрения того, насколько реализуется или не реализуется проект геологического изучения, разведки, разработки месторождения Та скорость развития правового регулирования по всем направлениям И по экспертизе запасов, по проектированию, по лицензированию Она обусловлена именно этими причинами У нас нет времени на раздумья и нет времени на раскачку Вы сами видите, в какой ситуации сложной и геополитической, и экономической мы живем Эти проблемы мы сможем решить только отказавшись от архаичных представлений о государственном управлении И от архаичного представления о том, каким образом должны фиксироваться государственные решения Те или иные юридические факты, те или иные документы геологические Поэтому эта работа не только государственного аппарата Это наша совместная с вами работа Мы все должны это принять Мы все должны это, так скажем, осознать, перестроиться и встать на новые рельсы В противном случае, друзья, ничего хорошего нас ждать не будет Пока мы будем условно в ТФГИ сидеть, листать советские многотомные геологические отчеты При этом не понимая, что происходит, даже у самих собственных лицензиях Какие условия исполнены, не исполнены Никакого экономического рывка, даже в такой, казалось бы, классической для российского общества В сфере, как недропользование, никакого рывка мы ждать не приходится И если в 90-е годы, в нулевые годы была концепция, завязанная в первую очередь на распределение участков недра На распределение частей недр, управления фондом недр в части распределения То сейчас информация открыта, ввиду открытого реестра участков недр и лицензий У нас на ОВС порядка 10 тысяч лицензий в нашей стране На твердые порядка 10 тысяч лицензий, я думаю, даже больше в нашей стране с учетом заведительного принципа Ну про подземные воды я вообще молчу, да? Порядка 40 тысяч лицензий, если мы берем все полномочия, все компетенции региональные и федеральные И то есть получается, что если все суммировать, у нас 50 тысяч лицензий, плюс-минус, да? Там плюс-минус 5 тысячи Уже управлять есть чем Поэтому следующий этап после распределения Его можно назвать этапом повышения эффективности управления уже тем, что есть Повышение эффективности управления, оно как раз и за счет процессов цифровизации только возможно и только осуществляется С учетом наших размеров, с учетом объемов, с учетом, опять же, распределенного фонда недр И 123-й федеральный закон, который мы активно в прошлом году обсуждали, он заложил им тот самый фундамент Который позволяет составлять и развивать подзаконное регулирование, перестраивая все процедуры на электронные рельсы То есть в том году у нас возникла электронная лицензия, где у нас в машиночитаемом виде забиваются все условия Если взять проекты геологического изучения, проекты разведки, точно так же они у нас переходят в машиночитаемый вид С 1 сентября этого года, о чем я вчера говорил, у нас такая же история наблюдается с экспертизой запасов полезной скопаемости тех проектами разработки Даже с согласованием участков недр местного значения, да, включения их в перечень То есть все процедуры абсолютно завязаны на машиночитаемый вид, завязаны на работу в СЛН Идея какая, да, то есть есть лицензия, документ, как мы все знаем, он не особо толстенький, да То есть там буквально несколько страниц, где приведены основные ключевые даты в цикле недропользования на конкретном участке То есть условно проект геологического изучения, экспертиза запасов, проекты разведки, экспертиза запасов, техпроекты, выход на проект мощности, рекультивация, консервация Эти даты, они простые и понятные, эти даты расшиваются уже в проектной документации Тоже получается в электронной, то есть условно, если в лицензии задан, допустим, 3-4-5-летний цикл Для проведения геологического изучения недр в проекте, документ гораздо более объемный, чем лицензия Уже детально прописывается календарь, в какие годы, какие объемы, каких работ будут выполняться Далее, квартальный, ежегодный недропользователь, выполняя проектные условия, подает электронную отчетность Которая точно так же с 1 сентября приведена к единой форме, да, геологической, государственной отчетности Где он в машиночитаемом виде вписывает, какие объемы были проведены, какие не были проведены Какие деньги потрачены, какие могли бы быть потрачены По результатам работ представляется в электронном виде, опять же, материалы с подсчетом запасов Этого кондиции, на экспертизу запасов И дальше по аналогии поехали То же самое с техпроектом И то есть у нас каждый этап, мы можем в цифровой модели проследить, какие цифры изначально закладывались Как все это расшивается в проектах, где какие отставания, где какие, наоборот, ускорения С одной стороны, в данной ситуации, государство понимает В каком регионе, в каком районе, на какой вид минерального сырья Какие лицензии, какие недропользователи, в какое время получены И в какое время они должны закончиться Что происходит на участках Это очень важно Потому что невозможно принятие качественных, тем более на федеральном уровне, управленческих решений Без понимания того, что происходит на самом деле И это все делается исключительно для этого А не для того, чтобы перегрузить бюрократии Или отправить ваших сотрудников на курсы повышения цифровой грамотности То есть это действительно государственная серьезная задача, которой заинтересованы все Инвесторы, в свою очередь, по ту сторону, так скажем, этой ситуации Они получили возможность в свободном доступе открыть карту Росгелфонда Посмотреть, где какие участки расположены, уже распределенные Где границы соседей Могут обратиться в ЕФГ Есть возможность получения в электронном виде геологических отчетов Отчеты точно так же переводятся потихонечку в электронный вид Где-то это сканы Но, тем не менее, конечная задача и отчеты все в машиночитаемый вид перевести То есть для инвесторов это точно так же интересно Коллеги, это сегодняшний день А есть еще день завтрашний Это то, светлое будущее Как бы это банально не звучало Но куда мы, я надеюсь, все идем Это когда коллеги из Рослесхоза Это когда коллеги из Росводресурсов Из Росреестра Из других ведомств, которые, ну, как минимум, природными ресурсами управляют Да, а есть еще и ведомства, которые там планируют Хозяйственную деятельность, там, промышленных предприятий и так далее Проведут на своем участке и в своей зоне ответственности такую же работу Мы выходим на принятие управленческих решений межтреслевого характера То есть мы должны точно понимать, сколько нужно КМА добыть руды Для того, чтобы где-нибудь в Поволжье сделали определенное количество, не знаю, электромобилей С учетом, там, добычи лития, например, в Мурманской области То есть это те самые условные межтреслевые балансы, да, о которых Леонтьев там еще, ну, практически, там, сто лет назад говорил Только одно дело заниматься вот этим планированием с учетом, там, да, того, что вся информация представлена в бумажном виде А другое дело, когда это планирование можно осуществлять, нажать им три раза на кнопку мыши К чему все это говорю? К тому, что это наша совместная работа Это наша совместная задача, потому что это наша страна, где мы живем Я считаю, что это в интересах всех действительно все это воспринимать, перестраиваться И в случае, если возникают какие-то вопросы или сложности, обсуждать их на таких ли площадках или в официальных переписках Я, как человек, работающий в системе, могу сказать, что те обращения и те крики помощи Запрос каких-то рекомендаций по тем или иным вопросам, они, ну, без внимания не остаются Катавилу Павлу Андреевичу, начальнику управления оформления и изменения лицензии на пользу недрами ФКУ Росгеоэкспертиза Постараюсь уже немного рассказать про именно внесение изменений Экспертиза, проектная документация на геологическое изучение недр Согласование технического проекта Засрочное прекращение права пользования недрами Что между этими процедурами одинаково? В том, что они связаны с уведомлением Тенденция такая, что уведомлений становится все больше и больше Раньше у нас было уведомление о возможном досрочном прекращении права пользования недрами Страшная штука Потом появилось уведомление о несоответствии проектной документации условиям пользования недрами В тот момент это был 490-й проект на геологическое изучение недр 6, это 674 Соответственно, у нас еще есть уведомление о необходимости доработки проектной документации То есть у нас вместо уведомления не только несоответствия условиям пользования недрами Появилось предшествующее уведомление это именно о доработке проектной документации на геологическое изучение недр. С 1 сентября 2023 года у нас появилось еще два уведомления. 2.1.2.7.20.1.20.2. Появилось также уведомление о доработке проектной документации уже на разработку месторождения либо консервацию. Там 30 рабочих дней дается на доработку данной проектной документации. И также появилось уведомление о несоответствии проектной документации на разработку условиям пользования недрами. Что же еще это все объединяет? Это то, что зачастую данное уведомление является одним из оснований для внесения изменений. Одним из. Соответственно, должно быть, конечно же, прекрасное обоснование. И тема у меня заявлена как правовое регулирование внесения изменений в 2023 году. И чем же все-таки регулируется это? То, что я уже озвучил. 6.7.4.2.1.2.7. Всем известное. Это связано с проектом на геологическое изучение недр и техническим проектом. Ну, самое главное, это 752.11. Это, собственно, порядок внесения изменений. Ну и не забываем закон Российской Федерации о недрах. 12.1 статья. Собственно, где у нас все основания для внесения изменений и есть. Мне очень было интересно поспрашивать, может быть, даже людей, по поводу новых уведомлений по 2.1.2.7. Кто-нибудь в последнее время с 1 сентября готовил проектную документацию, технический проект, и выдавалось ли ему, то есть получал он уже уведомление о необходимости, ну, собственно, о технорабочих замечаниях? Технорабочие замечания устранили или в процессе сейчас устранения? Ну, должно быть, получить уведомление, но через программу. То есть самого уведомления мы не видим. Соответственно, о технорабочих замечаниях уже есть. А уведомление именно ЦКРовское, ТКРовское, по поводу несоответствия проектной документации условиям пользования недрами кто-нибудь получал уже? Да, у меня такая же статистика, еще ни одной из заявки на внесение изменений по данному уведомлению не поступало. Хотя завидно множество данных уведомлений ЦКР, по крайней мере, выдает, Роман Олегович не даст соврать. Каждую неделю, каждый день практически направляем мы замечания. Есть у нас основания для внесения изменений. И есть пункт первый, он, наверное, для пользователей недр самый такой обширный, широкий. Можно подвести практически все, что угодно под него. Но любое внесение изменений, любая заявка, любое общение с государственным органом, оно на 100% не говорит, что мы напишем заявление, мы попросим перенести сроки, нам их перенесут. Нужно обоснование. По подпункту первому, что обстоятельства изменились. Раньше было хорошо, теперь нехорошо. Перенесите нам на три года все условия пользования недрами. Конечно же, так нельзя, нужно какое-то обоснование. Соответственно, откуда же мы это обоснование возьмем? У нас лицензия состоит из каких обязательств? Геологическое изучение, разведка, добыча, скажем так, в зависимости от, конечно же, типа лицензии. Проект на геологическое изучение недр. Вполне себе подходит для того, чтобы обосновать перенос сроков. По тому же самому геологическому изучению недр. И как раз таки вам будут выдаваться уведомления о несоответствии проектной документации условиями пользования недрами. Почему оно будет выдаваться? Потому что в лицензии, скорее всего, написан иной срок завершения геологического изучения недр. И положительного экспертного заключения Росгел-экспертиза вам не выдаст. Оно выдаст вам вместо этого уведомления. Вместе с этим уведомлением у вас появится возможность, ну и, собственно, необходимость, чтобы приостановить экспертизу. Подать заявку на внесение изменений. Вы подаете заявку, экспертиза приостанавливается. И, опять-таки, хочется отметить, так как недропользователей тут огромное множество, и также есть сотрудники департаментов. Собственно, само уведомление и сама проектная документация не является стопроцентным основанием, что вам перенесут срок лицензии. Я думаю, многие с этим толкнулись. Нельзя ничего не делать пять лет, подготовить еще одну проектную документацию, то ли переносы на пять лет срока завершения геологического изучения недр. И надеяться, что вам перенесут. Нет, тут так не получится. Нужно обоснование. Почему эти пять лет вы не делали ничего? Может быть, есть какие-то обстоятельства. Их всех надо описать. Поэтому прошу всех обратить особое внимание на подготовку именно обоснования, внесения изменений. Ваше обоснование — это по факту ваше общение с государственным органом. И именно вы контролируете это общение, написав обоснование хорошее. Ну или написав, конечно же, плохое. Что еще хотелось бы отметить именно по всей процедуре? У нас есть личный кабинет. В чем-то он удобен, в чем-то он неудобен. Но так или иначе можно прослеживать хоть немножко смену статуса. Давайте я вам поподробнее про него расскажу. А в Росгилл-экспертизу подается заявка на внесение изменений. Если изменения связаны с выданным уведомлением, а не в соответствии проектной документации с условием пользования недрами, вы спокойно можете проследить хотя бы статус, что заявка зарегистрирована. Он изменится со статуса «созданно» на статус «на рассмотрение». Вы уже можете быть спокойным, потому что наши специалисты, как только заявка в личном кабинете, точнее в реестре заявок появляется, они сразу направляют ее на регистрацию. Соответственно, можно не звонить, можно быть спокойным, что если у него статус «на рассмотрение», значит, она действительно на рассмотрение. 15 рабочих дней, и это направляет заявка на комиссию по всем срокам. Процедура по внесению изменений, она по сути не такая уж и сложная, и комплект документов не такой уж и сложный. Самое главное, все конкретно именно по порядку сделать. То есть и тут я прошу вас обратить пристальное внимание на формулировки 752-11 и на то основание, на которое вы ссылаетесь. Несколько оснований можно писать, это не запрещается. Соответственно, если вы напишите под пункт 1, под пункт 2, почему бы и нет? Я вот немножечко напомнил всем про это правовое регулирование. Надеюсь, сейчас будет отличная дискуссия, готов отвечать на вопросы вместе со всеми. Вопросы, на самом деле, пока далеко не ушли, просто уточняющие. Буквально ситуация возникла. Мы говорим, что нужна ссылка обязательно в заявке на пункт, под пункт пункта 8. Там должны быть прям цифры прописаны? Или если текст, абзац процитирован, но цифры пункта нет? Как вы на это смотрите? Я бы такую заявку, конечно, принимал, понятное дело, потому что мы все умеем читать, можем соотнести одно с другим, но, пожалуйста, лучше указывайте пункт. Под пункт так гораздо удобнее именно и для статистики, и для нашего документа оборота. Никто не запретит, и, по идее, у нас это не является основанием для уведомления и направления на комиссию, но так будет правильно. Спасибо. Поэтому указывайте под пункт. Еремин Андрей, Мальцовский портландцевин, город Фокина, Брянская область. У меня вопрос такой к 852-му постановлению. Вот мы в этом году пытались исправить и в лицензии техническую ошибку. Ну, не получилось, там сейчас будем работать над этим направлением дальше. Через личный кабинет была подана заявка, рассматривалась она федеральным агентством, потому что мы на определенном этапе в прошлом году при переоформлении лицензии переоформляло нам федеральное агентство. Как бы мы прошлепали заседание комиссии, там, служба делопроизводства. Решение вынесено, 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 мы чего-то ожидаем, нам ничего не приходит, ни на электронную почту, ни на такую. Уже прошло неделю, наверное, три, звоню в федеральное агентство, отдел, что связан с лицензиями, в Лоскутов, он говорит, а, товарищ дорогой, а мы вам не обязаны отрицательный протокол направлять. Я говорю, а как так? Была комиссия, да, мы там участие не приняли, отрицательное решение, мотивы нам непонятно, но мы-то заявку подаем не для собственного удовольствия, нам вопрос решить какой-то надо. Но он похмыкал, говорит, да, в виде редкого исключения вы можете обратиться на руководителя агентства за отрицательным протоколом. Написали письмо на господина Петрова, неделю через три с половиной получили выписку. По 752-му постановлению в случае отрицательного ответа как-то не раскрыт там этот вопрос. Будут и положительные там решения, будут у кого-то отрицательные. Просто если пол России будет писать письма, ну это, наверное, не есть хорошо. Можно было бы на будущее как-то отрегулировать, да, вынесено решение отрицательное. Уведомлять недропользователя о том, что это произошло и по каким основаниям. Можно, наверное, записать это как предложение. Да, у нас как вообще эта процедура идет? Готовятся документы на комиссию. После этого секретарь уже готовит всю повестку. Несколько протоколов в один огромный протокол собирает. Объявляется заседание комиссии. Пользователь лендер на почту актуальную. В связи с этим еще есть один совет интересный, что всегда при подаче заявок указывайте актуальную электронную почту. Потому что сталкивались очень часто, что не только уведомления, но и даже таблицы голосования не приходят пользователи лендер. Соответственно, за 7 рабочих дней до даты заседания комиссии приходит уведомление, что ваш материал будет рассматриваться. За день до заседания комиссии приходит ссылка. И можно, собственно, услышать, увидеть, как рассматривается ваш материал. Действительно, 752-драп-11 предусмотрено только последующее, после того, как протокол будет утвержден, направление таблицы согласования. Если же решение на комиссии действительно было отрицательным, никакого уведомления, никакой таблицы не согласования, никакой копии протокола не направляется в пользователь лендер. Это действительно не предусмотрено. Может быть, в том числе изначально планировалось, чтобы стимулировать участие пользователей лендер через ВКС, чтобы они слышали на комиссии, какое решение было принято. Само по себе уведомление об этом, а это и есть, собственно, участие в комиссии. Но я соглашусь, действительно, хорошее предложение, чтобы хоть как-то уведомлялось. Согласен. Если вам отказали на комиссии, вас ничто не останавливает еще раз подать одну заявку. Ограничение количества заявок у вас тоже. Вы можете брать штурмом, но лучше же, конечно, каждый раз дорабатывать заявку. Лучше, чтобы уведомление какое-то у вас на руках было. И второй вопрос у меня. Столкнулись прошлые годы с такой ситуацией. Работает наше предприятие, имеется лицензионный участок. Можно сказать, за забором работает другое предприятие, имеющее лицензию на общераспространенные и полезные ископаемые, выданное Департаментом природных ресурсов в область. У нас к соседнему недропользователю возникает ряд вопросов. Он работы не производил, стоял, банкротился. Мы у конкурсного управляющего запрашиваем копию лицензии. Он нам в предоставлении копии лицензии отказывал. Мы обращаемся в Департамент природных ресурсов. Департамент говорит, гоните согласие лицензиата, тогда выданем. Согласия нет. У меня вопрос такой. Можно ли как-то при необходимости запросить копию лицензии? И в фонды мы обращались, в брянский филиал ТФГ и ПЦФО. Мне было сказано, нет. Лицензия содержит в себе и условия пользования недрами необходимые. Это, скажем так, коммерческая информация другого пользователя недр. И, конечно же, без его согласия. Предоставление лицензии с согласием тоже лучше не предоставлять фондам. Идет у вас взаимодействие с другим пользователем недра, пусть оно идет, собственно, как между вами. А через госорган, я бы сказал, что госорган точно не должен какую-то информацию предоставлять третьим лицам. Часть информации, которая содержится в лицензии, вы можете увидеть в Едином реестре участков недр приоставленных пользования лицензии на пользу недрами, размещенном на сайте Роснедр ФГБУ Росгелфонд. Там содержится информация, в том числе о сроке действия лицензии, о границах участка недр, о ее статусе с точки зрения процедуры досрочки, то есть там ограничения приостановления отражаются. И очень много другой информации, которую как раз вы, возможно, хотите узнать. Более того, если есть действующая проектная документация на геологическое изучение или разведку, вы можете в Едином реестре работы по геологическому изучению недр посмотреть сроки проведения этих работ, площадь проведения этих работ, которая может отличаться от площади лицензии, потому что, допустим, на часть участка недр могут быть работы согласованы, и иную информацию. Если говорить о конкретных внутренних сроках по экспертизе запасов или проектированию, эта информация не публичная, в любом случае пока. Я не могу сказать, что эта информация какая-то чувствительная с точки зрения коммерческих планов. А, эти даты были включены по результатам аукциона, а аукцион у нас все условия, а не публичные, которые потом переезжают в лицензию. Если лицензия на геологическое изучение получалась, ну, как правило, там ничего сверхъестественного не включают. Любой представитель ТФГИ, находящийся в этом зале, там, да, или департамент, согласится, что мы не можем просто, да, брать и выдавать согласие соседа. Но, а, вы можете часть информации в публичных источниках видеть, б, я не исключаю, что в ближайший, ну, какой-то там среднесрочный период эта информация перестанет быть закрытой. Вот по поводу подключения пользователя недр на комиссию, как считают люди в зале, да, может быть, даже в президиуме, ну, если вы, собственно, подключались в центральный аппарат, там пользователям недр не дают возможности высказаться. Нужна ли такая возможность? А как думаете, сколько комиссий будет длиться? Но нужна. Какой-то регламент, сколько давать недропользователю на объяснение ситуации? Пять минут? Пять-десять минут? Ну, в целом, мне тоже так кажется. Пока у нас действительно так нигде не закреплено, просто было интересно ваше мнение. Сучин Сергей Алексеевич, компания ООО «Техпромс Рио», это стекольные пески Владимирской области. Мы получили лицензию на поисково-оценочные работы, провели все мероприятия, получили свидетельство по первооткрывательству месторождения именно стекольных песков. В воскрешной части у нас низкосортные стекольные пески, внизу, значит, чисто стекольные пески. На территории района, где находится данное месторождение, востребованность было строительных песков. Мы переоцениваем низкосортные пески строительные, проводим весь комплекс мероприятий, защищаемся в ГКЗ, ставим на постоянные кондиции строительные, внизу стекольные пески. Выходим на технический проект с изменением законодательства, мы должны получать лицензию в регионе. Технический проект нам заворачивают, там у нас поплыло все ТЭО. Мы приходим в регион, проходит время, конечно, какое-то, мы теряем время, соответственно, все лицензионные у нас соглашения по срокам. Приходим в регион, нам говорят, а у вас свидетельство по первооткрывательству на стекольные пески. Вопрос следующий. Имея протокол ГКЗ на пересчет запаса строительных песков, можем мы сейчас подать в регион и получить свидетельство по первооткрывательству данного месторождения строительных песков, получить там лицензию, пересмотреть наше ТЭО в техническом проекте и выйти на защиту технического проекта и начинать разрабатывать месторождение. Месторождение полностью пригодна к эксплуатации, договорные отношения по реализации этого песка работать начать не можем. У вас уже есть одно свидетельство о первооткрывательстве и второе свидетельство, я думаю, на то же самое практически получить не получится. Вот сейчас с лицензией по строительным пескам на аукцион выходить, это порядка 100 миллионов, но никакого смысла нам в этом нет. Мы и так положили, значит, достаточно денег и средств развития данного проекта. Вы установили факт открытия, получили лицензию на разведку и добычу на кварцевые пески, а теперь хотите сменить вид сырья. Вскрышные породы, это низкосортные стекольные пески, мы их переоценили строительные. Пространство для маневра по 343 ФЗ. Если у вас эти строительные пески находятся во вскрыше, вы вскрывая эту, да, вскрышу и размещая ее в отвалах, у вас таким образом образуется отход недропользования. Делайте экспертизу запасов на вот эти отвалы. А, они уже стоят на балансе? Нет, здесь вам второе свидетельство на факт открытия точно не будет, потому что месторождение уже открыли. После любого назначения, лицензию у вас прописано в строительные пески, то есть у вас нарушение лицензии идет. Потому что лицензия дана для разведки и добычи, так вот, кварцев, в школе в песков. И строительные пески, даже если они учтены, и подсчитаны, они не стоят на балансе. Как вы списываете? Да. Как вы списываете? Как вы списываете? Они, по сути, и по сути, почти раздельно. Одни и вторые, это полезно с нормальным. Но в данном случае, в нашем случае, мы с вами, мы с вами им дадим право реализовывать правильные песни. Но это, опять-таки, не совсем, я считаю, правильно, потому что на балансе в территориальном они не стоят, то есть в личное месторождение, списание правильного университета. Все. Переставить, это не такая сложная проблема. Налоги по УТИ, то в регионах. Вне зависимости от того, будут ли эти пески стоять на террабалансе или не будут, они не имеют права их добывать и реализовать, поэтому налогов точно не будет. Есть минеральное сырье, учтенное балансом, но не указанное в лицензии. Оно размещается в спецотвалах. По сути, ничто не мешает распорядителю недр объявить аукцион на этот спецотвал. И чтобы получили на этот спецотвал отдельную лицензию, уже платили НДПИ с реализацией этого продукта. Судя по всему, у вас только аукцион, коллеги. Мы должны попросили возвращать их обратно в несколько собственных. Да, либо переехать. Дешевле. Раз на террабалансе не стоит спецотвала, ничего не надо. Говорим о чем, что вы готовы. Вы готовы зайти с садчика. Вы владеете, у вас нет. Государственные имущества будет интересен. Не надо. Инвестор готов работать. Бюджет наполнять налогами, а работать мы не можем. Технический проект мы не можем. Вы считаете, потому что у вас есть вести, так и исключили. Получайте на них право, включайте их. Значит, стейл, эти доходы. Технический проект. Сейчас, если мы начнем все это переоценивать, еще там полтора года. У тебя проект какого-то срока? Опять срок. Были бы отвалы, и там не было бы учтено ничего с балансом. Теоретически, после 1 марта 2024 года можно было бы по новому порядку, по техногенке здесь пойти. Но у вас они на балансе стоят. Я бы сказал, наверное, три варианта. Либо вам переоценку делать обратно в стекольные. Вариант второй – это аукцион. Вариант третий – через списание и через 343. Как-то это те. Вот три пути. Прямого нету, к сожалению, в данной ситуации. Не спишут запас, потому что основание – это к списанию. Ну а на каком основании? Списание – это всегда очень такая болезненная тема, да? И для списания нужно куча-куча оснований, да? То есть утрата промзначения там и так далее, что их невозможно сохранить, невозможно использовать. Татьянченко Тимур Георгиевич. Постановка на баланс – понятный процесс, да? Но наблюдаем такую ситуацию. Если можно, оторвано от региона, но ситуация следующая. Региональные власти планируют создание особо охраняемой природной территории. Одновременно с этим идет параллельный процесс. Направлена заявка на предоставление права пользования недрами с целью геологического изучения и так далее. Соответственно, в ближайшем будущем прогнозируется следующая ситуация. Региональные власти сформируют ООПТ. У распорядителя недр территориального органа не будет возможности отказать в формировании этого ООПТ, поскольку на государственном балансе запасов еще нет. И у нас остается, условно говоря, недропользователь, абсолютно белый, абсолютно легальный, да, который обратился, получил заявку, выполняет свое геологическое изучение, вкладывает деньги. Но в это же время на его геологическом пока еще отводе формируется ООПТ и далее как быть в этой ситуации, чем руководствоваться. Во-первых, ООПТ за один день не формируется, поэтому этот повод ускорит геологическое изучение. Во-вторых, при разработке положения ООПТ учитывается объективная ситуация на участке. Статья 8 закона о недрах, она гласит, часть 3, о том, что недропользование ООПТ осуществляется с учетом положения об этом ООПТ. Если мы берем законодательство об ООПТ, то оно на некоторых видах ООПТ допускает недропользование. Вот, поэтому если есть лицензия и там есть какие-то перспективы, там условно по факту открытия, ну, я думаю, что надо с региональными властями прорабатывать вот этот вопрос, чтобы положение было, формировалось соответствующим образом, либо границы, чтобы формировались. Ну, условно говоря, если нет возможности корректировки границ ООПТ, чтобы они не имели пересечения с планируемым, либо существующим геологическим в последующем горном отводе, действия распорядителя фонда недр должны сводиться к тому, чтобы дать рекомендации о включении в положение о особо охраняемой природной территории, наличие и возможность функционирования горнодобывающего предприятия. Ну, конкретно, да, по конкретной лицензии. Сезин Юрий Анатольевич, генеральный директор АИП-фосфаты в город Брянск. Мы разрабатываем техногенные месторождения, техногенные месторождения, идет обратная рекрутивация, то есть было шламохранилище, получили лицензию на отработку. Как залегают наши шламы? Когда завод работал, сливался туда песок, шламы, песок, шламы, сбрасывались камни, палки. И вот нашел у меня горный инженер сейчас там, когда разведку вели, пиво в ящики, там внизу кирпичный завод, понимаете, вот такая ситуация примерно. Полезность КПМ и федеральные шламы, из которых мы делаем фосфоритную муку, оно переслаивается с песками. С песками, с камнями, с ветками, с чего все это дело делается. А сверху засыпано, естественно, в порядке рекультивации тоже песком, который порос там деревьями. Ну, сами представляете, что это такое. Нам была рекомендация, соответствующим образом, мы поставили на государственный баланс шламы и поставили на территориальный баланс на свой пески. Тут уже даже, понимаете, речь не идет не только о вскрыше, которая вскрыше у нас там идет, ну, в среднем где-то один метр. Потом идут шламы. Они могут идти 20 сантиметров, могут идти, ну, это техногенные залегания, 2 метра. Потом они переслаиваются с песками. Потом опять идут шламы пески. То есть оно непрогнозируемое. То есть как работает экскаватор? Там нужна специальная техника, да, то есть шестерка шагающая без зубьев, да, и они, помощник стоит около ковша, аккуратно идут, снимают, насколько можно эти шламы снять, да. Ну, максимум, чтобы снизить разубоживание. Песок, который остается, естественно, он превращается, ну, не совсем кондиционный. И мы, когда-то отрабатывали другое месторождение, использовали в основном только на подсыпку, потому что, ну, понимаете, он грязный. Я не могу контролировать, сколько будет уничтожено этих шламов, ну, я имею в виду федерального сырья. Дальше, разработку вести невозможно всем гидравлическим экскаватором, вы сами понимаете, да. А вот как работать в этой ситуации, я не представляю. Мы обсуждали возможность предоставления в пользование посредством аукциона вот этих отвалов, которые уже отделены в физическом смысле от целикового объекта. Они не отделены. — Ну, а у вас это и невозможно предоставить. — Невозможно. Так а теперь как? Они-то находятся на территориальном балансе. Нам комиссия предложила, значит, поставить, изучить эти пески, которые там были, да. Мы их изучили, насколько это было возможно. Ну, вы сами понимаете, что это техногенное залегание, да. Мы их, значит, поставили на баланс. И они сейчас находятся на территориальном балансе. Песок. Песок строительный. То есть идёт шлама у нас там 30 тысяч тонн, да. И песка, ну, там совсем немного, вы не знаете, там, может, тысяч 120, что-то вот такое. Они сейчас находятся на территориальном балансе, а эти находятся на государственном балансе. — Отделять в физическом смысле одно минеральное сырьё от другого. Это возможно? — Это возможно. И мы так делали, когда, ну, у нас-то немножко другая ситуация была, потому что сейчас другое месторождение, понимаете. Шламы эти располагались в шламотстойниках. То есть это было проще. Экскаватор снимает шламы, потом снимает песок где-то, да. Положила это шламы в одно место, песок положил в другое. Разведка, вы сами понимаете, она проводилась, да. Но её невозможно детализировать, даже если будет шаг там 10 метров. Теперь сейчас. Я вот должен выйти на аукцион и теоретически, да, теоретически. Этот аукцион по пескам, по этим несчастным, где-то, ну, не знаю, там, ты что, песка? Они, ну, допустим, растут кто-то выиграет этот аукцион. Ну, вот я сейчас говорю про теорию, да. Ну, допустим, если же ради речи про шламы, то они никому не нужны, потому что надо иметь, ну, завод, чтобы это перерабатывало всё, да. А пески, ну, это вот, я не хочу никого обидеть, но это больше, так сказать, сами понимаете, да, товарищи какие. То есть, капнула убежала, да. Вот, понимаете, в чём. Я уже не говорю про дальнейшие какие-то вопросы. А кто вообще рекультивацию будет проводить тогда, да? А кто будет отвечать за то, чтобы, ну, допустим, ребята пришли накопали, у нас песок такой используется, в основном для чего? Вот, допустим, овраги засыпают, ну, некондиционно идёт, который, да? Ну, если стоит экскаватор, он будет копать, и эти все, всё федеральное сырьё и уйдёт. Я же его не контролировать не могу, никак, ничего. И потом у нас будут на балансе находиться, на госбалансе 330 тысяч, да? А у меня к разработке будет, может быть, 100 останется. Объяснить, куда он делся. И, допустим, тот недропозор, кто занимался АПИ, не знаю. И вот мы столкнулись с этой проблемой сейчас, да? И не знаем даже, с какой стороны подходить. Я понимаю, что право, оно не всегда отвечает технологической и технической целесообразности по конкретному объекту. А, возможно, иногда даже и в принципе технология не позволяет действовать точно так, как предписано в законодательстве на конкретном объекте. Это невозможно просто. В подобных ситуациях вы получаете лицензию на комплексный вот этот объект, где наслоённый пирог. У вас в лицензии указывается ваш основной вид полезного ископаемого, да, фосфорита. Вы его извлекаете и рядом складываете те пески, которые учтены балансом территориальным, я так понимаю. И образуете вот такой вот техногенный объект, техногенное месторождение распределённого фонда. Как перестраховываться в данной ситуации так, чтобы не прийти, так скажем, к плечами, не толкаться на пустом месте? Ну, наверное, есть смысл действительно это всё размещать на земельном участке, который находится в вашей собственности. Образовывать какой-то, может быть, объект капитального строительства в виде вот этого как раз спецхранилища, которое опять же оформляет таким образом, чтобы он находился в вашей собственности. Таким образом, наверное, отсекать возможность и целесообразность участия кого-то ещё. Вот как это? Можно это в лицензию указать, что идёт добыча шламов, да, наших, и попутно добывается песок строительный, там, использование внутренних целях, может быть? Да, и такая возможность есть. Именно для собственных целей. Да, для собственных целей. Это нормальный вариант, у вас, а 19.1 позволяет вам общий построенный полезный ископаемый использовать для собственных нужд. Там может стать вопрос следующего характера. Временная рекультивация, то есть там вынули что-то, перебросили, чтобы шагающий экскаватор мог проходить, да. Но в дальнейшем у меня по проекту будет отработка этой земли и понижение, потому что у меня идёт обратная рекультивация. Нужно будет выйти на определённый уровень, да, для того, чтобы подстроительную площадку. И мне этот песок куда-то нужно будет деть. Строили дорогу, я от него избавился, как, знаете, перекрестился. Формально заплатили какие-то даже деньги. В дальнейшем, может быть, как это, может, переоценить, ну, или ещё что-то сделать для того, чтобы избавиться. Но вы же по 19.1 пользуетесь именно тем количеством запасов, которые вам необходимы для собственных нужд. Ну, то есть у вас, словно, из 100 тысяч вы расходовали там 50-40, не знаю, для собственных нужд, для цыпки дорог, для каких-то там, для бортов, для укреплений, если они у вас там есть. Я просто плохо представляю, как у вас это. Ну, если у вас что-то в этом отвале останется, этих 100 тысяч, условно, там 30-40, будет ждать того часа, когда это кому-то будет нужно и под аукцион. То есть, было там, допустим, 100 тысяч, осталось там, ну, 40 тысяч, 60 тысяч стоит в навалах. Хорошо, у вас они уже на балансе стоят, эти запасы. Потому что для того, чтобы использовать по 19.1 АПИ для собственных нужд по федеральным лицензиям, важно, чтобы, да, они стояли на балансе, а для этого иногда приходится по 22 статье делать геологическое изучение, да, там, ставить на балансах. То есть, вам здесь просто их надо в техпроект разработки свой на фосфорит включить, то, что вот такое-то количество там АПИ мы будем по 19.1 использовать для таких нужд. Все, все, что останется, вы потом сдаете и в распоряжение местного, ну, органа власти субъекта, они... Они уже будут самим распоряжаться. Да, да. А неразумнее, все-таки, ввести какие-то изменения в законодательство. Ну, это будет очень хорошо. Это, что делать, как делать, как делать, как делать, как делать... Это есть разумная, разумная, комплексное использование месторождения. И вот такие вот ходы, а наша, далеко не всегда, совершенно законодательство, это священная корова, ее трогать нельзя. Было ряд очень нехороших ситуаций, которые потом дошли до правоохранителей, связанные с реализацией АПИ по федеральным объектам. Может быть, предусмотреть изменение законодательства по предоставлению лицензиям, пусть это будет на федеральном уровне, комплексных, разной компетенции. Мы с этим сталкиваемся чаще и чаще, и получается, что... Потому что УПИ не относится к попутным полезным скопаемым, и здесь это не пройдет тема. Получается, что если это комплексное месторождение, где и та компетенция присутствует, пусть дают лицензии федералы. Но это будет нормально. И эта тема, она поднимается чаще. Да, но и сейчас, на самом деле, прямых ограничений для этого нет. К сверху, смотрю, как это в разных регионах происходит, есть крайне нехорошие ситуации, связанные с распоряжением АПИ в рамках федеральных лицензий. Ну, почему сразу, допустим, всех записывать в какие-то нарушители? Не надо. Я один из немногих, кому довелось поработать еще в лихие, там или как угодно, застойные времена Советского Союза. Угольное предприятие. И тем не менее, у нас был план по щебню. Потому что был небольшой прослойка известняка, и нас обязывали его дробить в щебень. Щебень, кстати, плохого качества, ну там на грунтовой дорожке, межколхозной и так далее. План был и по углю, и по щебню. И не дай бог, не выполнишь план по щебню. Это комплексное использование. Я не помню, как это было оформлено, какими лицензиями, но это было разумно. Почему мы сегодня от разумного переходим к какой-то, ну, кем-то когда-то, быть может, не самым глупым человеком, тем не менее. Вот он написал так в законе. Не все учел, он не царь и бог. Ну, давайте поправим, если это в наших силах, по крайней мере, с этой инициативой выйдем. Не должны производственники ломать голову. Ну, вот она, это польза для государства. Кому-то нужен этот песок государству в том или ином виде. Но почему-то он должен изобретать, как же ему с этим песком бедным обойтись. Хотя он может его и в состоянии добыть, и продать, и государству отдать, там, ну, как, как говорится, на пользу нам всем. Нет, мы его должны в какой-то отвал, как вы говорите, а потом назвать его так, сяк. Ну, давайте называть их своими именами. Это полезное ископаемое. Оно должно быть, уж коль мы залезли в чрево матушки земли, добыто, реализовано. Вот. А закон должен помогать это делать, а не так, что вот есть закон, а вы крутитесь, подстраиваетесь под закон. Закон под нас должен подстраиваться. Это разумно. И так должно быть. Если мы откроем статью 2.3 закона о недрах, там, одну из первых статьй, где у нас регламентирована полномочия органов власти субъектов Российской Федерации, мы видим, что у нас такие органы распоряжаются участками недр местного значения. Наличие в пределах того или иного участка общераспространенных полезных ископаемых является основанием для того, чтобы этот участок попал в участок недр местного значения. Если участок в перечне УНМЗ не содержится, им распоряжается у Роснедр и территориальные органы. Поэтому по умолчанию, по умолчанию, то, о чем вы говорите, оно, в принципе, так и прописано. И здесь закон в этой части даже менять не нужно. То есть, если у вас там по-хорошему комплексное месторождение и АПИ, и не АПИ, и участок не в УНМЗ, по-хорошему распоряжаются у Роснедр и территориальные органы. Подзаконка пошла таким образом, чтобы нивелировать вот эти вот негативные ситуации, которые всплывали там несколько лет до этого. Для того, чтобы не перемешивать компетенции органов власти субъектов и федеральных органов власти. Не знаю, может быть, есть смысл проработать и формат включения и двух видов полезных ископаемых, но это нужно прорабатывать конкретно, что, как. В законодательстве есть вот такой вот подход. Насколько он реализуем конкретно в вашем случае, ну, надо думать. Здесь мои полномочия заканчиваются. Моя задача вести добычу, переработку, там, тепловозы, экстраклаторы, люди. Но я не могу знать все эти два, конечно. Я вам предлагаю подготовить обращение в Роснедра по этому поводу, изложить ситуацию с точки зрения именно технологических аспектов, получить разъяснение от Роснедр. Те моменты, которые переплетены, да, с организационно-правовыми возможностями Роснедр, с технологическими какими-то особенностями на конкретном объекте, я думаю, что вполне себе могут дать какие-то рекомендации, предложения именно в Роснедр. Никто не запрещает вам официальное обращение написать по этому поводу. Письма вы туда не пишете. В последнее время вот мои недропольские в Владимирской области, они стали обращаться и стали получать ответы, и это сдвинуло ситуацию. То есть изменения в законе, то есть ваши изменения, все сразу учитывали цифры. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, вы пишите и обращайтесь. Отходы, как раз это самые вскрышные вмещающие горные породы, плюс те, соответственно, отходы недрополизов, которые содержат полезные ископаемые. Для этого, собственно говоря, вот этот бонус 1 сентября. — 343 ФЗ, это он на АПИ тоже распространяется. В этом вся фишка. У вас, кроме АПИ, это в попутке, кроме АПИ. А по 343 ФЗ у вас АПИ, пожалуйста. Совет следующий. Потому что у вас принципиально разные виды минерального сырья. То есть там не будет нюансов с точки зрения переплетения качества сырья. Потому что бывает иногда, знаете, там, и лесники то ли цементные, то ли цементные. Пески то ли стекольные, то ли строительные. Непонятно. У вас принципиально разные виды минерального сырья. Вот с учетом вот этого подхода, который по 343 ФЗ, у вас же получается, вот так вот, если немножко по-другому, в ретроспективу посмотреть. Если бы вы на баланс не поставили условно эти пески, у вас бы они образовались в качестве отвалов, которые вы потом могли бы поставить на баланс, просеивать и продавать эти строительные пески. То есть здесь как бы в какой-то момент была развилка. Вот с учетом этой развилки, с учетом ваших позиций по минеральному сырью, я предлагаю вам все-таки написать вот это письмо. Я так думаю, что, ну, возможно, вот какое-то вот разрешение на уровне Роснедра этой ситуации. По 343 ФЗ у вас не пойдет, потому что у вас уже на балансе стоят. Но с учетом того, что в какой-то момент была развилка, а пришли вы все равно в физическом смысле к одному и тому же результату, возможно все-таки каким-то образом учесть. Индивидуальные случаи, которые вот на стыке технологии и права, ну, для этого есть наши всеми любимые вышестоящие организации. Там будут подстилающие, да, подстилающие, там вообще непонятные условия. Ну, в том числе пески там, и... То есть у меня... Слушайте, ну, подстилающие-то у вас, я так понимаю, они стоят на балансе. Ну, значит, как раз у вас это вскрышные, вмещающие породы, которые либо содержат, либо не содержат. И, пожалуйста, используйте их в соответствии с теми способами, которые, собственно, с 1 сентября уже предоставлены. И по поводу вот, ну, говорили, что к вам придет там, соответственно, кто-то будет на вашем горном отводе копать. Вы помните, что деятельность в рамках вашего горного отвода всегда только с вашего согласия. То есть без вашего согласия никто не придет. Нет, ну, если будет получена лицензия на АПИ, горные отводы будут разделены все-таки там по глубине или как-то так. Я так понимаю, что невозможно. В данном случае, да, невозможно. Спецотвал, да, а вот так... Поэтому и согласование у НМЗ в данном случае, я думаю, практически невозможно. Местные, допустим, субъекты распоряжаются теми или иными полезными скопаемыми. Все они являются государственной собственностью. Разумнее было бы, если бы наше законодательство говорило следующее. Далее тебе участок недр, там есть А, Б, С и так далее полезные скопаемые. Условное деление на федералов и субъекта, но это государственная собственность. Там столько-то такого полезного, столько такого, столько такого. Не нравится? До свидания. Пусть работает на этом участке тот, кто способен извлечь все имеющиеся полезные скопаемые. А дележка на АПИ и не АПИ, ну, согласитесь, это чисто условно. Собственник у нас один, государство. Лицензия была на очистку, очистку земельного участка от результатов работы Брянского фосфоритного завода. Это были зоны отчуждения. Земли шлама хранилища, хвостно хранилища. Буркало и чавкало, понимаете, да? Там ни стройки, ничего нельзя. То есть у меня задача заключается в том, чтобы очистка земельного участка и сдать его городу для дальнейшего строительства. Там оно идет туда-сюда, да? Я же не могу очищать его от шламов и не очищать его от песка. У меня идут даже пески. Белые, красные, зеленые, серо-буромалиновые. То есть их как свозили там с первого Батаговского карьера, с Ольшанского, ну, когда завод только начинал работать. Что же ложится в основу той аргументации, в рамках того документа, который мы сейчас с вами обсуждали? У вас есть правые основы, о которых я говорил, вот, с точки зрения статьи 2.3. Для того, чтобы реализовать этот подход, о котором я говорю, ну, вам нужно его, ну, обосновать. Технологически неотделимо то, что у вас задача, по сути дела, природоохранного характера, конечная это все-таки. Компания «Подинвест», «Карпов Денис», получено уведомление, значит, в котором указано, что в течение шести месяцев необходимо там приступить к добыче. По объективным причинам исполнить это уведомление на сегодняшний день невозможно. Предоставим, значит, лесной участок в аренду, установлена зеленая зона. Перспективы изменения этой защитности, период, горизонт не ясен. Тут нужно внести изменения в лицензию в части сроков, но мы не знаем сроки, сколько это займет. Вот как должен поступить недропользователь и министерство, которое также оказалось заложником этой ситуации. Выхода вот конкретного сейчас у нас осталось два месяца, у нас нет. Уведомление все-таки о возможном досрочном прекращении правопользования недрами. Ну, чтобы все понятно было. На комиссии были рассмотрены материалы, собственно, первично. Выдано на сколько, получается, на 11, наверное, месяц? Или на 9? На 6. На 6. У вас по объективным причинам не введено в эксплуатацию месторождение? Да. Также по объективным причинам была судебная тяжба. Нарушение было рассмотрено, ведь эти обстоятельства могли быть приняты во вниманию, и информация могла быть принята к сведению. По инициативе Роспреднадзора, скорее всего, это началось? Нет. Нет? Нет. Мониторинг? Мониторинг. Соответственно, при втором заседании, то есть через 6 месяцев после выданного уведомления, я бы собрал, ну, с вашей стороны, весь комплект документов, на комиссии указывал, что вами предпринимались все возможные действия для, собственно, устранения этой ситуации. У комиссии, собственно, будет возможность, если доказательства будут весомые, принять к сведению информацию, но за комиссию решать, конечно. А какое решение может принять комиссия на ваш взгляд? Принять к сведению информацию, которая есть, и уведомления убрать, соответственно. И отменить уведомления? Ну как же. Дело в том, что действующий законодательство такой процедуры не предусматривает отмена уведомления. Мы изучали этот вопрос. Ну, смотрите, у нас же после уведомления два варианта у лицензии. Либо она прекращается, либо она не прекращается. Процедура досрочного прекращения может быть прекращена. Решение о прекращении процедуры досрочного прекращения. Вот. Да. Без досрочного прекращения. Без досрочного прекращения. Ясно. Спасибо. Ну, это, соответственно, опять-таки, все на решение комиссии. Все документы должны быть обязательно, собственно, вами предоставлены. Просто, можно сказать, не получится. Как быть дальше? И само министерство понимает, и сама комиссия понимает, и вы понимаете, все все понимают, но надо разбираться с лесами. Надо попытаться спрогнозировать этот срок. Вам необходимо подготовить документы, дорожную карту хотя бы для себя, чтобы примерно представлять и на комиссию уже по внесению изменений, если переносить срок ввода месторождения в эксплуатацию по лицензии. Вам нужно представить доказательства, письма, примерные сроки, что на разработку того, на перевод лесов необходимо 6 месяцев заявления, 180 дней рассматривать, на пересылку 2 месяца берем, мне поэтому надо 6 месяцев. На подготовку проекта мне надо полтора года. Почему? Потому что у меня такой карьер, не карьер и так далее и тому подобное. И чтобы срок ввода месторождения в эксплуатацию у вас перенести. Если у вас еще к сроку ввода месторождения в эксплуатацию технический проект необходим, подготовку перенести срок, наверное, а технический проект есть? Нет. Когда технический проект готов, необходимо просто срок ввода месторождения в эксплуатацию перенести. Тогда тут еще легче будет в целом-то, потому что у нас 2.1.2.7 есть уведомления. И, соответственно, вы технический проект подготовите с иным сроком ввода месторождения в эксплуатацию, и по факту вам должны будут выдать уведомления о несоответствии проектной документации в условиях пользования недрами. Вы с этим уведомлением и уже готовой практически проектной документации, которая всему соответствует, кроме срока ввода месторождения в эксплуатацию, вы обратитесь в эту же комиссию по внесению изменений, и у вас будет какое обстоятельство? Во-первых, обстоятельство, почему вы раньше этого всего не сделали, но вы все эти документы уже собирали, у вас на комиссии по досрочному прекращению это было. И вы, соответственно, второе, у вас полностью готовый проект с уведомлением о несоответствии проектной документации только условиям лицензии. Вы заходите, ну и по идее комиссия дальше принимает решение внести, не внести. В продолжении моего вопроса есть еще вытекающий дополнительный вопрос. Вторым пунктом указана необходимость выйти на производственную годовую мощность. Если все-таки в декабре мы применяем защитность леса и выйдем на мощность, вот эта мощность должна быть сопоставима с месячным декабрьским объемом или с годовым? Вот здесь наше мнение с министерством разошлось. Мы обычно по годам смотрим, именно у вас же в проектной документации не по месячной расписано добыча, а вот в год у вас, допустим, 30 тысяч. Соответственно, мы опять нарушаем условия лицензии, опять получаем уведомления. Я думаю, вас за это сразу же не накажут, конечно, но не будем забывать, что у нас есть 353-е постановление, которое все еще в 23-м году действует, и там можно отклоняться. Не на 100%, конечно. Ну, в общем, по вашему мнению, я правильно понимаю, нас должны простить за это незначительное нарушение. Ну, тут все же присутствуют, да? Понять и простить. Это не комиссия, да, сейчас подосрочки, если что, проходит, коллеги. Коллеги, вот на этом примере просьба к недропользователям все-таки внимательно смотреть за теми сроками, которые у вас в лицензии указаны. Потому что если бы вы, подходя к сроку, указанному в лицензии, который у вас сейчас в уведомлении указан, вы обратились бы за внесением изменений и приложили бы, ну, документ о том, что у вас объективные сложности с оформлением лесов, там, с переводом АЗУ, там, или что у вас. Это вполне себе основание для внесения изменений в лицензию, и вы бы в эту ситуацию не попали. По объективным причинам не исполнили не потому, что у нас леса были переведены в зеленку, это произошло только сейчас. У нас была судебная тяжба с министерством, которую мы выиграли. Ну... А в рамках судебной тяжбы мы не могли обратиться по одной простой причине, мы не знали ее окончания. Ваша судебная тяжба все-таки, она немного отдельна. Ваши лицензионные обязательства, которые в лицензии прописаны, они отдельны. Вы в любой момент, и я всем недропользователям всегда стараюсь говорить, если у вас подходит срок, и вы понимаете, что вы не успеете, или, возможно, не успеете, лучше всего сразу обратиться с заявкой... С какой? На внесение изменений, продление срока... На какой срок мы можем предположить продолжится судебная тяжба? У нас же многократно можно переносить, в принципе, сроки. Вы можете на год перенести, на полтора, на тот срок, который вы примерно представляете, у вас может занять это. Ну, на 10 лет. Ну, например. Ну, на 10 лет, если вы хотите попросить, вы тоже можете на 10 лет. Ну, допустим, вот у вас длилась тяжба, там, год. Так вы обычно обращаетесь на тот срок... Четыре года. Четыре года. Обращаетесь на тот срок, который вы можете обосновать. Соответственно, и я думаю, комиссия это также рассматривает. Вы приходите в комиссию, вы в обоснование пишете, нам нужно, необходимо перенести срок года месторождения эксплуатации, потому что у нас сейчас идет суд. Мы четыре года потеряли. Перенесите нам на четыре года. Начало заседания, там, четыре года назад. Сейчас оно еще не закончилось, но мы боимся, что срок-то подойдет и нас потом прекратят. Можете, пожалуйста, перенести. Может быть, на четыре года не перенесут, на год хотя бы перенесут. Соответственно, когда на год перенесут, у вас будет хотя бы еще один год, еще один шанс еще раз обратиться за внесением изменений с абсолютно таким же обоснованием. И сказать, что мы думали, закончилось, но оно не закончилось. Спасибо. Представитель Министерства природных ресурсов Калужской области. Как раз в продолжение темы заходит технический проект на рассмотрение. Получается, он должен соответствовать условиям лицензии. Мы им даем уведомление о том, что у них не соответствует срок ввода месторождения в эксплуатацию. Они заходят нам с заявкой на внесение изменений, но срок уже прошел. Можем ли мы перенести срок, который уже прошел? То есть, разбирая юридически, мы пришли к тому, что мы не можем перенести те сроки, которые уже прошли. То есть, можем перенести только те, которые еще не прошли. Есть уведомление о том, что они, условно говоря, нарушили срок, дали время на устранение. Сейчас вы говорите о имени замести корректировку технического проекта. Соответственно, он не будет соответствовать условиям лицензии ввода месторождения в эксплуатацию. Получается такой круг замкнутый, и выход из него только… Десяти изменений. Ну, нести изменений не получится. Срок тот, который уже пройден. Ну, мы уже подразумеваем, что уведомление снято до срочки. То есть, как я понимаю, это чтоб дальше. Ну, это первый момент, если уведомление снято. А второй момент, все-таки можно ли перенести срок, который уже прошел? Вы снимаете уведомление, потому что он сделал все, что от него зависело. Параллельно идет отказ в том согласовании тех проектов. Он приносит новый, после снятия уведомления вы меняете сроки. Если нет уведомления по до срочке на этот срок, то у вас нет ограничений законодательных по его изменению. Ну и что, а где у вас написано, что нельзя менять нарушенные сроки, если они не под уведомлением по до срочке? Тут как раз таки так оно и будет. Тут самое основное, это уведомление о досрочном прекращении правопользования недрами. И просто нелогично со стороны госуправления было бы, вот, если мы снимаем уведомление о до срочки, говорим, ну, они сделали все, что могли, они приходят с техническим проектом. Ну, получается, чтобы технический проект согласовать, чтобы была возможность согласовать, необходимо перенести этот срок. Часть и продление срока действия лицензии. Соответственно, мы лицензии все выдаем, ну, самое большее на 30 лет. Ну, по практике. Разведали месторождение, выявили большое количество запасов, соответственно, объем добычи маленький, и, получается, заходит технический проект на срок отработки 80-90 лет. Соответственно, мы должны дать уведомление о том, что он не соответствует лицензии. И на основании этого уведомления, получается, он продлевает срок до, там, 2120 года. Павел Андреевич, какой у нас рекорд, подскажите, пожалуйста, по нефтянке? 2203, по-моему. 2203 год продлевает. На прогнозируемый период более-менее 30 лет мы еще даем. А вот когда, как вы говорите, там, 2300 год, это уже непрогнозируемый период. Почему я задаю такой вопрос? Ведь можно ли убрать это? То есть несоответствие лицензии за исключением срока ее действия. Потому что срок действия в лицензии, в любом случае, это право недропользователя, он его может продлить. И почему тогда нельзя недропользователю до внесения технического проекта тогда зайти с заявкой на внесение изменений? Просто у него не будет обоснования. Почему не предусмотреть этапность в техническом проекте? И не согласовывать технический проект на первый этап какой-нибудь, на 20 лет который? Ну, как правило, это деньги. Недропользователь, чтобы сделать поэтапно, он заплатит двойную цену за технический проект. Поэтому вот здесь получается нелогично. То есть он может только внести изменения в части продления срока, только получив уведомление. Соответственно, затягивается срок согласования технического проекта. Зато у нас как раз Роман Олегович вчера об этом прекрасно говорил, что у нас раньше, получается, согласованный технический проект был основанием для продления лицензии. А первично-то все-таки лицензия? Ну, я согласен. Я просто к тому, что может быть все-таки убрать вот именно в части срока действия. Мы же только внесли. Это отличная иллюстрация, как вот это прекрасно. Почему? У нас вот новая норма появилась. И сейчас как раз у нас пойдет право применения. Мне очень интересно, как оно пойдет. Потому что действительно не вы одни такие. Есть и нефтяные лицензии, есть и тоже твердые полезные ископаемые лицензии, которые на много-много лет действительно будут вперед. И тут действительно надо будет решать с практикой. Самое интересное, что с практикой для меня будут решать, что раньше мы всегда продляли сроки действия лицензии для завершения отработки. То есть она должна была быть на чита. А как тогда быть, когда проектная документация первая заходит, она еще, собственно, лицензия, по ней еще работы нет. Соответственно, они ничего не добывали. И раньше мы могли спокойно на комиссии центральной сказать, что по данной лицензии еще добыча не идет. Они хотят с 28-го на 56-го перенести. Мы еще же не знаем добросовестности недропользователя. То есть сразу дать ему на 150 лет условно. У нас презюмирование добросовестности. Тут вот как пойдет дальше практика, для меня тоже интересно. Будем ли мы ее менять? Получается, на опишке же, да? Да, общая распространенная полезность. Технические проекты, где уровень добычи маленький, они будут до 2090-го года. Интересно. Будем смотреть. Но сейчас, соответственно, по 2.1.2.7 действительно у нас другого выхода нет. Уведомление должно быть выдано, потому что условиям пользования недрами не соответствуют. Только если внесется изменение в данную лицензию, проектная документация будет согласована. Технический проект, разработанный на срок больше, чем срок действия лицензии на данный момент, является несоответствием лицензии. Мы срок действия лицензии тогда продлить не можем по уведомлению, потому что проектная документация не утверждена в установленном порядке. Так получается. Мы на основании чего продлеваем срок действия лицензии, если утвержденной проектной документации еще нет? Комиссия только впереди. Мы не знаем, этот техпроект будет утвержден, не будет утвержден. Сейчас. Ну, просто я, как представитель Центра недра, скажу, что техпроекты по той же воде, они согласовываются, и после уже согласования технического проекта, на основании согласованного технического проекта, продлевается срок действия лицензии по воде. Так было раньше. Уведомление, что все остальное соответствует, кроме сроков. Он будет согласован, как только будет продлена лицензия. Это получается как-то, ну, по крайней мере, звучит как небольшой замкнутый круг. Раньше у нас действительно нигде и не прописано не было, что у нас срок действия лицензии продляется по утвержденному техническому проекту. Это тоже практика. Должно было быть обоснование, почему мы продлеваем. И мы говорили, что почему пользователь НРБС техпроекта, допустим, листехпроектом на 10 лет заходит и говорит, вот у меня запасов энное количество, я одну сотую их добываю, продлите мне лицензию на 100 лет, хотя проект у нас на 10. Мы говорили, нет. Вот давай технический проект, он тогда будет обоснованный. Сейчас же у нас действительно по 2.127. И возникал вопрос, потому что если 2.127 открыть, у нас основание для отказа в согласовании технического проекта является несоответствием условиям. И по-хорошему мы тут ЦКР, ТКР и все остальные за сроки действия лицензии согласовывали технический проект. И скажем, вот это вот у нас, мы все договорились, и такая презумпция была. А сейчас, чтобы в законное поле обратно вернуть, и, собственно, по такому механизму, как по 674, то есть по уведомлениям по проектам на геологическое изучение недр, тут в чем будет подтверждение? В том, что ТКР, ЦКР, собственно, уполномочный орган, он уже посмотрел проектную документацию, и он говорит, проектная документация хорошая, по календарному плану, ну, все-все-все соответствует. И подтверждением, собственно, того, что вот раньше это был уже согласованный технический проект, а сейчас подтверждением это, по факту, вот будет это уведомление несоответствия условиям лицензии. То есть я, по крайней мере, для себя пока так вижу, и тоже интересно, как это пойдет, потому что, я говорю, пока ни одной заявки вот не было. То есть у нас были заявки, когда подавались раньше, чем выдавалось уведомление несоответствия. Подавались эти заявки на те сроки, которые были в проекте. Подавались позже, но не указывалось, что это в рамках уведомления. В Росгилуэкспертизу заявки поступает по уведомлению Росгилуэкспертизы, скажем так, может, в ЦКР будут поступать, ну, не будем загадывать, поступает по нашему уведомлению, и сейчас тоже самое по ЦКР будет просто. И у нас одним, как бы, из оснований для продления по факту будет, вот, собственно, проектная документация, находящаяся на согласовании и выданное уведомление. Я хотел бы передать слово Малалиеву Султале Азадиевичу, заместителю начальника департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Сегодняшний стол начинался со слова цифровизации. Цифровизация идет полным ходом. У нас план 25-й год, но мы уже в этом году во все начали уже переливать всю информацию. Личные кабинеты, там будет вся информация. Если вот к всей нашей отрасли будет доступ, да, я думаю, вот как сейчас вот эти проблемы, получили лицензию, там лес, там что-то как-то, это все получится избежать. По мадропользованию 482 договора по цифру. Взять вот эту массу по цифрам, получается, проблемных объектов не так уже много. Также в Росреестре все эти зоны будут, ну, почти везде есть уже. Проблематика стала актуальной. Но если сейчас мы это все как бы отрегулируем, дальше этих проблем быть не должно. Сейчас у нас осталось как справиться с теми лицензиями, которые уже были выданы. По идее, новые лицензии вряд ли столкнутся с этими проблемами. А все остальное вчера Дмитрий Юрьевич, по-моему, вращал. Если есть вопросы по продолжению вчерашней беседы, то я готова слушать, ответить по мере своей компетенции. Ассоциация недропользователей Владимирской области. Сейчас недропользователи занимаются вопросами компенсационного лесовосстановления. Ну, вот я так понимаю, что вот этих промежуточных актов приема, передачи выполненных работ не существует. То есть, можно ли их как-то обратно вернуть, чтобы, опять же, фиксировать наше исполнение. Ну, вот вы посадку сделали, вам дали место отвода. Там же после того, как вы посадку сделали, специалист выезжает, проверяет же вашу работу. Вы же отчитываетесь, правильно? Он проверяет, но никаких документальных данных у нас нет. У вас не получают никаких документов, то, что у вас работу приняли, в этом слове? За нами три года. За нами три года, да? Да, три года мы должны вот эти мероприятия проводить, следить за приживаемостью, и потом уже участок принимается. И участок выставить? Да. И у вас просьба, чтобы у вас помежуточная, то, что на ходе посадки? Да, потому что каждый год мы, ну, сумма, скажем так, этих работ не фиксированная, то есть мы оплачиваем эти работы, и получается, что сначала говорим о том, что у нас там 15% не прижилось этих саженцев. После зимы, когда уже фактически, вот я говорю, там это уже не по нашей вине, ну, может быть, посажены были с нарушением. То есть это же проводит, опять же, не недропользователь, а по договору, организация. Поэтому хотелось бы просто фиксировать, ну, какими-то, вот, я говорю, промежуточными актами, что мы оплатили работы, эти работы были выполнены. Предложение можете внести? Да. Все замечательно. Второй вопрос. Особозащитные участки леса – это населенные пункты, то есть леса возле населенных пунктов. Километровая зона. Возможность и порядок действий. Изменение вот этих границ километровой зоны и по новым материалам лесоустраивания, вернее, инструкции. Так вот, муниципалитет мы обратились, они тоже не знают, что писать в этих обоснованиях. Вот. В результате получилось так, что нам отказали, то есть сказали, что социальная напряженность – это важнее вопрос. Недропользование не в приоритете. Поэтому они оставляют вот километровую зону. И в Рослесхоз, когда мы обратились, нам ответили, что у вас есть еще вариант по 172-му федеральному закону изменить категорию земельного участка. То есть из лесных вывезти в нелесные. Должна администрация, они обязаны с инициатором ситуации, чтобы потом это рассматривать. Это получается, они должны границы к импроводам быть. Ну вот администрация района, если не заинтересована и это делать не будет, получается, мы все в тупике. В первом случае просто вам сказали, они не знают, как это сделать, а можете приложить документы, написать нам письмо, мы вам официально распишем. Может, это вам поможет. Да, вот мы хотели просто или где-то посмотреть, но на сайте, честно говоря, изучали, нигде не увидели дорожную карту. И вот именно на примере, если даже все-таки 172-й федеральный закон, если по нему идти, потому что в Министерстве лесного хозяйства тоже нам неоднократно говорили, что давайте меняйте категорию. То есть, вот опять же, с чего начинать? Или в наше министерство обращаться, чтобы они с ходатайством потом выходили в Рослесхоз? Или это должно быть как-то на уровне, опять же, муниципалитета? Попытаемся развивать этот ответ, чтобы вы уже с вашим ответом пошли туда. Меня зовут Андрей Ленков, компания «Виталан», город Калуга. У меня вопрос касаемо первооткрывательства. Вот у нас в Калужской области сложилась такая практика. После геологоразведки запасы, которые, допустим, по лесным основаниям невозможны к добыче, допустим, защитные леса или особо защитные участки, запасы относят к забалансовым. Первооткрывательства в некоторых случаях включают и балансовые, и забалансовые, а в некоторых случаях забалансовые не включают. Правомерно ли такое разделение, первое, да? Второе, правомерно ли в первооткрывательство не включать разведанные запасы на защитных участках леса? И третий вопрос. В случае, когда защитность меняется, в некоторых, допустим, лицензиях написано, что недропользователь имеет право приступать к их освоению. Проектом разработки мы пошли уже добывать на балансовые запасы, мы горным отводом уточнём. И нам говорят, что расширить горный отвод вы можете только в рамках 20%. То есть вы не можете претендовать на то, что вы когда-то разведывали и стоит за балансом. Я так понимаю, лицензия участка недра местного значения? Да. В этой части, да, субъекты принимают свои нормативные правоакты, которые могут отличаться в какой-то части от федеральных нормативных правоактов. То есть у нас установление факта открытия, оно единое для субъектов и для федерации. Но порядок выдачи лицензии уже на разведку и добычу, он в каждом субъекте свой, федеральный свой. Я не могу не ориентироваться конкретно в том акте, на основе которого вы лицензию получаете. Но в опоре на именно акт федеральный могу сказать, что одним из документов, прилагаемых к заявке на получение лицензии на разведку и добычу, является обоснование границ участка недр. Вот, в соответствии с 429-м постановлением правительства, должны учитываться как раз и рациональные пользы недрами, и фактическое расположение запасов и так далее, и так далее, и так далее. По общему правилу должно включаться все. Что у вас открыто, что вы поставили на баланс, и что располагается в границах поисковой лицензии, которая у вас была. По общему правилу. Исключить, опять же, если это с точки зрения 23-й статьи закона о недрах, да, о порциональном использовании охраны недр, они, если это не противоречит, как бы таких ограничений нет. Поэтому, в принципе, если вы в заявке действительно изложите то, что там они забалансовые, они всю жизнь будут забалансовые, мотивировать будете с точки зрения 23-й статьи, там, ну, действительно расширено, не двумя строчками, а пишите. Я думаю, что есть теоретическая правовозможность какие-то вот эти забалансовые, вечные забалансовые блоки исключить. Вот, это вам и разовый платеж уменьшит. Я, честно скажу, с таким не сталкивался. Потому что, как правило, даже забаланс все равно включают, но, как говорится, на будущее. Мало ли что, сегодня забалансовые, завтра балансовые. И я, в целом, сторонник того подхода, чтобы этим порядком руководствоваться таким образом, чтобы включать все. В субъектах может быть своя практика, своя нормативка. Порядок изменения границ участков недор, он единый, опять же, для субъектов и для федерации. Поэтому, если вдруг у вас получилось так, что какие-то забалансы оказались за границами участка, и спустя время вы поняли, что эти запасы вам интересны, вы хотите их прирастить в выданную лицензию, то вы можете подать заявку в соответствии с 429-м постановлением правительства. Там действительно, если пререзка идет по площади, то есть ограничения по 20%. Как высчитывается эти 20%? За 100% берется все, что сейчас в границах лицензии, плюс добыты, плюс потери. При этом в 100% прирезаемые запасы не включаются. И получается, что если 3 слагаемых вот эти 100%, если приращиваемые запасы меньше 20%, не в площадном, как многие по АПИ особенно думают, а именно в количестве запасов цифрах в 20% влезает, то вы имеете возможность сделать прирезку. Вот нам, допустим, выдали первооткрывательство давно, забалансовые запасы туда не включили. Есть какая-то процедура по изменению первооткрывательства? Ретроспективно отмотать момент, когда мы выдавали лицензию на разведку и добычу? Мы разведали, да, то есть в отчете по запасам все расписано, что вот забалансовые вот эти, балансовые вот эти. Но в первооткрывательство забалансовые не добавили. Сейчас о свидетельстве, факте открытия. Свидетельство выдается на основании отчета, представленной экспертизой запасов. Верно. У вас есть открытое месторождение, оно в целом у вас в свидетельстве указывается. У вас нельзя так, что в свидетельстве половина месторождения указывается. Вот именно это и произошло. Ну, может ошибочно. Ну, а субъектом законодательства на тот момент времени предусматривалось выдача свидетельства, факте открытия? Или вам просто на основе протокола... На основании протокола. А, на основании протокола просто лицензию получила. Да, ну просто не весь протокол туда внесли, получается так. На мой взгляд, только по 429 в данной ситуации прирезать запасы, платить разовый платеж за балансы и осваивать их.